Здравствуйте, уважаемые телезрители! С 28 мая в нашем городе работает уникальная совершенно выставка изобретения да Винчи. Эта выставка была создана в 2006 году, то есть в этом году она отмечает уже свое десятилетие. Она объездила весь мир и уникальна она тем, что это, наверное, наиболее обширнейшая выставка, представляющая творчество и научные труды одного человека. То есть представлены его и произведения искусства, и все то, что он изобретал в области физики, архитектуры и так далее, можно перечислять. У нас в гостях Владимир Иванович Островский, искусствовед Одесского музея западно-восточного искусства. Я думаю, что он подробнее погрузит нас в атмосферу этой выставки и расскажет действительно, что там такого уникального. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Вы хорошо сказали в атмосферу этой выставки. Это действительно, им удалось это сделать. Это две такие очень серьезные уважаемые организации. Австралийская такая фирма или организация Great Exhibitions. Они достаточно известны как организация, которая создает время от времени такие очень громкие проекты. И музео Леонардо де Милано. Я всегда себе так иронично думаю. Австралийцы это же кто? Это, в общем-то, англичане, которые туда в Австралию уехали. А итальянцы это романцы. Итак, германцы с романцами. Романо-германская такая вот, романо-германский альянс с вот этой австралийской, нет, с немецкой, германской основательностью. И с, знаете, каким-то романским духом получилась атмосфера по-настоящему. Ну, во-первых, вот что меня очень-очень порадовало, когда заходишь на вот эти выставочные залы. Там так не слишком яркий свет, он только точечно, очень красиво высветляет то, что хочется, прежде всего, увидеть. И музыка. Там такая музыка. Я бы даже сказал, но это невозможно реализовать. Приходите туда в разгар буднего дня, чтобы поменьше людей. Потому что там звучит музыка романская, готическая. Вот полное ощущение, что вы погружаетесь в атмосферу где-то вот готического собора, даже не ренессансного. Хотя и не такой великий знаток. Поют мужские голоса, значит, какое-то такое храмовое пение. И вот это сразу настраивает вас совершенно иначе. Потому что, в общем-то, идея не нова. В том же родном городе Леонардо да Винчи, в городке Винчи, где-то, как сам писал Винчи, день езды лошадью до Флоренции. Вот в этом самом городке уже многие годы, там есть музей Леонардо да Винчи, существует несколько таких вот залов, где сделаны по его рисункам, по его проектам конкретные механизмы, конкретные какие-то устройства. От махолета, начиная, заканчивая, там, скажем, водолазным костюмом. У него там и танк, и подводная лодка. Там как раз нет танка. Нету танка. Так вот, что я хочу сказать. Что вот это, по-видимому, это достоинство, достоинство от этого самого Great Exhibitions из Австралии, вот этой организации, что они очень дотошно, собрав все почти кодексы, эти его знаменитые записки, которые нынче модно называть кодексами, а всего этих страниц насчитывается около шести тысяч. И бережно собрав все эти чертежи, они попытались, и им это во многом удалось, реализовать в дереве, вы знаете, мы говорим в стекле и бетоне, а вот я бы сказал в дереве и коже. Потому что они об этом заявили еще когда только делали выставку. Я подумал, что это рекламное заявление, что мы будем это восстанавливать, делать в технологии шестнадцатого века. Но когда я видел механизмы, где ременные кожаные передачи, где, если зубчатое колесо, зубчатое колесо, то вообще-то деревяшка, деревянный круг, где вот эти деревянные шпеньки такие, понимаете? И это настолько, вот есть такое слово, аутентично, что за счет этого, конечно, смотрится здорово. И что мне очень нравится, я думаю, эта выставка в этом смысле очень понравится детям, там наряду с красными ладошками, значок, красная ладошка, не трогайте, извольте не трогать, есть зеленые ладошки. Вы подходите и начинаете самозабываемо крутить ручку какого-то, вот мне хочется сказать украинское слово, чудернацкого механизма. Оно щелкает, оно работает. Ты думаешь, боже, как это интересно. Там есть, ой, там так интересно. Там есть модель, ну, что-то типа молота для кузнеца. Ну, понятно, что это должно быть по мысли Леонардо да Винчи значительно больших размеров. Там это уменьшенная, ну, вот как настольная модель. Превращая вот так вот ручку, довольно простой, но рабочий механизм поднимает молот, и он падает на наковальню. Одинаковая сила удара, одинаковый угол. Это же очень важно, когда отковать что-то нужное нужно. Ну, это молоточек маленький, конечно, но модель. Я вот так вот прокрутил, говорю, дети, я недавно взял экскурсию. Как вы думаете, что это такое? Зачем это? Дети говорят, это чтобы отбивать на барабане регулярный звук. Я говорю, нет, это не... Кто хочет поставить пальчик, говорит хороший дядя-экскурсовод Владимир. И ребенок доверчиво ставит пальчик. Я говорю, не надо, это яхар, это дурацкая шутка. Вообще, видите, это молот. Знаете, это настолько интересно. Если бы вы спросили кого-то из одесситок, они бы сказали, что это для отбивки мяса. О, слушайте, я теперь, я в следующей экскурсии так и скажу. Нет, там уже можно отбивать мясо. Так уже можно. Только рифленую поверхность сделать. Я думаю, что какие-нибудь несколько экспансивных хозяек должны будут приехать на выставку с мужьями, сказать там, типа, Боря, ты видишь? Вот чтобы мне дома такой комбат сделал. Никакого электричества. Одна человеческая сила. Ну, а если серьезно, так, конечно, я, я когда только пришел на выставку, меня попросили сделать торжественное открытие, такое экспресс-знакомство, участвовать в этом. Я, конечно, начал дотошно рассматривать эти устройства на предмет обнаружения современного клея, шурупов, которые где-то в Паттай, но держат конструкцию. Потому что ты с ума сойти вот так все делаешь. Не нашел. И мне это очень понравилось. Нет, я нашел одно. Там есть пару шурупов, их затонировать, но я вам не скажу, где. Но устройство, конечно, удивительное. Но не только в устройствах дело. Не, но механика вообще уникальная была в Средневековье. Они из дерева сотворяли эти гигантские водяные мельницы, там или ветряные, там же без одного. Я скажу вам более. Я там увидел устройство, оно абсолютно рабочее. То есть, если некоторые все-таки как макеты, устройство для распилки бревен на равномерные доски. Причем пилится не одна, не один пил, а сразу три пила. Понимаете? Я такие штуки видел где-нибудь на заводе радиально-свердельных станков, когда в молодости работал там, так сказать, журналистом, корреспондентом. А здесь, думаю, боже мой, вполне рабочее устройство. Я, честно говоря, о таком у Леонарда не слышал. Вот сейчас увидел, для меня это было очень интересно. И что мне там очень еще кажется удачным, они хорошо совместили. У них там есть как бы вот такие вот зоны, где вы погружаетесь в мир леонардовских живописных творений. Меня спрашивают, Владимир Иванович, а здесь есть оригиналы? Знаете, с таким трепетом. И я с таким же трепетом говорю, вы понимаете, что бы здесь было, если бы здесь были оригиналы? Здесь бы стояли милицейские с автоматами, полицейские с автоматами. Куча, это немыслимо, это все. Конечно, там не оригиналы, там репродукции. Но сразу могу сказать, очень хорошего качества. Вот, там даже видно винколары. Я знаю, где смотреть. Я вам сейчас объясню. Леонардо был большой затейник. Винчи происходит, ну, он взял себе фамилию от имени родного города. Ну, вы вспомните, он был незаконорожденным мальчиком. У него мама была простая крестьянка. Это его грузило. Поэтому он всячески везде подчеркнул, что он дворянин. Он везде... Он не говорил, когда «Здравствуйте, Леонардо». Знаете, как Микеланджело говорил, «Здравствуйте, Микеланджело». Или Рафаэль, «Здравствуйте, Рафаэль». Он говорил, «Здравствуйте, Леонардо да Винчи». Да, то есть дворянин. Так вот, «Винчи» происходит от глагола, я уже об этом рассказывал, «Винкуляре». «Винкуляре» — это значит завязывать узелок. И Леонардо да Винчи иногда в некоторых своих произведениях живописных, особенно если изображает прекрасные косы какой-нибудь Мадонны в скалах, делает маленький узелочек на каком-нибудь из лаконочков. Получается такая как бы подпись. Вот там есть репродукция, естественно, есть она джаконды. И, в общем-то, я знаю, куда смотреть, видно, есть. То есть качество репродукции весьма высокого уровня. Потому что это... Ну и это еще раз подчеркивает, какой он вообще несусветный оригинал, вообще человек острого мозга. Как вы хорошо сказали. Художники, как правило. Несусветные, это точно. Ну потому что, ну невозможно представить, ну хотя бы, вот я прочту, в девяти разных сферах выставка, да, физика, механика, гражданская военная инженерия, гидравлика, анатомия, авиация, искусство эпохи Возрождения, научные исследования. Это 250 человек могли бы представлять каждую какую-то из этих отраслей. Но я к чему просто... Мелочь такая, штрешок. Но каждый из художников, вот особенно там в каких-то батальных или каких-то массовых сценах, иногда себя тоже там пытался запечатлеть где-то свою физиономию. Ну, гибель Помпея знаменитого и так далее, можно представлять. Так он вот себе, вот я, честно, об узелке не знал. И еще очень просто и очень действенно. Когда было торжественное открытие, туда пригласили всяких интересных людей. И в том числе я увидел своего приятеля, я с ним давно уже дружу, Бориса Барского, комик-трупа Маски. Ну и пока там открытие задерживалось, там ждали какого-то важного человека из, так сказать, области. Мы беседовали. И я говорю, Боря, вот ты посмотри, как только входишь туда, в выставочное вот это пространство, там эта знаменитая Леонардовская зеркальная комната есть. Причем, если другие модели есть настольные, то это вполне в рост человека, туда можно войти, в эту зеркальную комнату. Не затеяли вас, с нашей точки зрения. Представьте себе, шесть, по-моему, зеркал, высотой чуть выше двух метров, и дверка, тоже зерка, а зеркаленная, вы ее открываете, потом заходите, закрываете, и все. И вас сюда 24 человека, 24 островских сюда, там 28. Сколько увидишь? Я говорю, Боря, очень полезно, вот незатейливо, но как интересно. Боря говорит, пойду посмотрю. Значит, он говорит, потом он вспомнил, да, сегодня эта идея давно, так сказать, мультиплицирована. Сейчас есть супер такие стеклянные сферы, с какими-то, еще и движущимися, какими-то подсветками. Когда, как Боря сказал, вот так туда попадаешь, хочется сказать, где тут стульчик? Я лучше сейчас так присяду, вот так, ха-ха-ха-ха. И вот... Вот, кстати, такую же вещь я наблюдаю. Подождите, я не закончил. В генуэзском макеонариуме, они тоже при помощи зеркал, там один из первых холов, там колоссальный, здоровенный, но один из небольших холов, где просто стоят такие тумбы стеклянные с рыбами, и они зеркалами так сделают, что ощущение, что поле немерено этих тумб. Ну, это для нас с вами, ну, мы склонны воспринимать его все-таки как человека с глубокими какими-то подтекстами, даже с мистикой. Изначально это была совершенно практическая вещь. Для того, чтобы воин после боя мог войти в эту комнату, разоблачиться и внимательно себя оглядеть, нет ли где-нибудь еще незамеченной раны или ушиба. Вот так вот. А потом уже появилась надстройка, ну, как бы уход, в зазеркалье и прочее. Вот в этом, мне кажется, квинтэссенция. Практичное и романтичное, практичное и мистичное. Вот, понимаете, вот вы смотрите какое-то устройство, и вы понимаете, я думаю, что он понимал, что эта конструкция не полетит. Ну, помните про образ вертолета? Кстати, там они ее сделали большой, фактически в натуральную величину, если это не такая, не настольная модель. Я думаю, что Леонардо прекрасно понимал. Он, да, он изобрел подшипник. Знаете, что Леонардо изобрел подшипник? Причем там деревянный, он такой забавный. Деревянные, абсолютно круглые деревянные шарики и две такие деревянные обоймы. И действительно, трение резко уменьшается, чем если бы была просто втулка деревянная, или пусть даже металлическая, но втулка. Он на подшипнике кое-что поставил. Действительно, трение меньше. Но я почему-то думаю, что Леонардо не сомневался, что вот эта конструкция, ну, не может она полететь, если бы по его идее ее должны были раскручивать четыре нормальных, таких, ну, мускулистых мужчины. Это какой вес? И она должна была якобы вот так вот вешенно вращаться, такой винт, затянутый тканью, и он должен бы как бы вот оторваться. Но мы понимаем, что потенциально выбросить деревяшку, поставить металл, поставить электродвигатель, ватт на 450 подключить. То есть принцип механики он подсказал, а технологии придут со временем. Ведь полеты в космос тоже когда-то считалось, так сказать, фантастикой. Вот, чем я интересно. Полеты в космос человека тоже после спутника считалось, ну, не скоро. Когда я готовил в свое время лекцию по жизни, по живописи, конечно, меня прежде всего интересует как искусствовая живопись, скульптура Леонардо да Винчи, по этим проектам в меньшей степени. Я наталкивался на такое совершенно расхожее такое, я считал абсолютно попсовое мнение, что Леонардо пришелец, вот какой-то там залетел бедняга, тут капсула разбилась, и вот он теперь здесь сидит. Ну, или как вариант, он подключается к какому-то космическому разуму, и оттуда считывает. Когда ты видишь, что человек, используя вот ту технологию 16 века, без конца дарит нам или одаряет нас идеями, которые не работают, но потенциально могут работать, если чуть-чуть поменяй технологию, все начинает работать. Вот это вызывает просто какой-то, ну, как-то, знаете, начинаешь подозревать, он таки пришелец. Знаете, это так интересно. У нас есть небольшой ролик, вот ребята наши сделали из фотографии, которая, ну, немножко представит эту выставку. Он небольшой, но, во всяком случае, общее представление, думаю, мы составим. Пожалуйста, я прошу показать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это лишь такая микроскопическая толика того, что там представлено. Ну, просто такое, так сказать, легкое отражение атмосферы. Кстати, я только что посмотрел ролик, вместе с вами, это было довольно занятно. Я считаю своим долгом, товарищи, заявить, некоторая информация по старинке неверная. Это так странно. Ну, что, есть инерция определенная. Ну, например, на этой выставке есть модель велосипеда. Уже давно доказано, что велосипед Леонардо да Винчи не изобретал. Этот рисунок велосипеда был якобы найден в одном из кодексов, а когда его исследовали тщательно, оказалось, что эта страница фальсифицирована. Она нарисована в 19 веке. Поэтому нет страницы рисунка, где был бы рисунок и так далее. Тем не менее, и в том же музее Леонардо да Винчи есть велосипед. И сегодня сюда привезли велосипед. Так и хочется сказать, давайте не бояться изобретать велосипед. Вот это такой момент. Ну, и еще там есть с Ангиной изображение такого седовородого старца, знаете, такого солидного такого. И все говорят, вот перед вами автопортрет старого Леонардо да Винчи. Профессор Пьетро Марани, еще чуть ли не 2 или 3 года назад, итальянец профессор Пьетро Марани высказал глубочайшее убеждение и доказал это, вот можно посмотреть в интернете это имя, что это вовсе не является автопортретом Леонардо да Винчи. В действительности, это скорее всего, если посмотреть, это набросок к возможной серии апостолов, к фреске «Тайное вечеря». Действительно, меня всегда смущал этот якобы автопортрет. Уж больно там, знаете ли, седовласый, да больно старый изображен мужчина. А если мы вспомним, что Леонардо да Винчи умер, увы, довольно-таки рано, ему было всего 62 на 63 год, понимаете, то он не совпадает. Я одно время даже слышал, ну вот из разряда, что Леонардо инопланетянин, он так резко постарел, потому что Монализа выпила из него всю Сирию, не даром он не мог расстаться, ну и так далее. Ой, я сейчас это сказал, теперь же после-последствия. Это неправда. Это вот те самые окололеонардовские легенды. Их очень много. Ну, кстати, американцы недавно сняли фильм игровой о Леонардо да Винчи, он там достаточно молодой человек, что тоже многих привело. Есть портрет Леонардо, который написан якобы одним из его современников, возможно, потом сделана копия в 17 веке. Ее признают все искусствоведы. Он значительно моложе там, конечно же. Загадка. Мы не знаем, от чего он умер. По крайней мере, то, что говорит Франческо Мельци, а это был его любимый ученик. Он ему, кстати, по завещанию оставил, ну, фактически все свои рукописи. То есть это говорит о том, что он человеку доверял. Франческо Мельци говорил, что он умер вот как бы ни от чего. Ну, внешне у него, ну, может быть, тогда не диагностировали. У него не было какой-то отчетливой болезни, понимаете, там, сердце слабое, там, дышать не мог. Такие вещи уже тогда понимали. Астма. Нет. Он такое ощущение, что он несколько последних месяцев просто угасал. И давайте вспомним у его, ну, как это, друга и любезного хозяина, у короля Франциска I были возможности. Лучшие лекари французского короля осматривали Леонардо. И ничьи, и разводили руками. Может быть, нет. Ну, наши бабушки, дедушки говорят обычно в таких ситуациях, Бог прибрал. Да. Подошел. У нас в селе казали, как я, так ему на веку написано. Да, вот так ему на веку написано. Там вот еще, среди вот этих фотографий, которые мы видели, там, чудо-город, да, вот, ну, мельком, я не был на выставке, вот расскажите, а что вот это за... Это любопытная идея. Интересно, говорить мне или не говорить. Я даже не знаю. Я объясню, что я подразумеваю. Мне нравятся вот эти все проекты, которые сделаны там на выставке. Кроме этого, мне не нравится качество исполнения. Мне кажется, что его надо было сделать все-таки более, ну, я бы сказал... Ну, там отчетливо видно, что это фанера, современная фанера, из которой сделали... По-видимому, они решили, что этот макет не имеет особого значения для концептуальных вещей, для разговора о Леонардо да Винчи. А вот я с этим не согласен, потому что, ну, во-первых, я видел рисунки, он их там нарисовал намного более изысканно, нежели оно в макете сделано. А в чем суть идеального города? Я объясняю. Что это не сохраняется по ветре в любом итальянском городишке, это его неудачное с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований расположение. Те узенькие улочки. Неправильное расположение относительно роз и ветров. Вот почему мы так гордимся своим городом, господа одесситы? Потому что инженер Девалан расположил наши улицы, нашего города так, что они продуваемы свежим морским бризом. У нас не застаивается плохой воздух. И вот Леонардо в проекте своего идеального города предложил, что город должен состоять из двух уровней. Первый уровень. Во-первых, расположены так, чтобы... Всегда у реки. Это первое требование. Отдельными микрорайонами. Каждый микрорайон в среднем по 30 тысяч населения. То есть он мыслил глобально. 30 тысяч, а не так мало. Предполагается, что там 5-6 микрорайонов. Понимаете? Всегда вдоль реки. И нижний уровень – это подъездные пути, это склады, это места хранения какого-то имущества. Потом второй уровень – это жилища. С правильно ориентированными стенами, которые, с одной стороны, хорошо прогреваются солнцем. Это террасы, с другой стороны, хорошо продуваются воздухом. Таким образом, утверждал Леонардон абсолютно прав, жизнь в таком городе будет значительно здоровее. Потому что все коммуникации, вся грязь и прочее будет там, на первом этаже. А здесь будет нормальное существование. Это идея простенькая, сегодня нам кажется. Но, ха! Я последнее скажу. Во многих городах не... Президент Белоруссии, батька Лукашенко, этот проект использовал. В одном из микрорайонов Минска, еще в 2004 году, если я не ошибаюсь, тогда было даже так громогласно сказано, что мы в основу своего новой конструкции этого микрорайона ставим идею Леонардо да Винчи. Хотелось бы поехать посмотреть. Ну, кстати, многие города Италии строились таким же образом. Я в основном был в континентальных небольших, Перуджи, Терни и так далее, Венеции. Но вот Генуя, по-моему, она вот как раз именно так и построена. Террасами, вот, есть вертикальные улицы продуваемые, и тоже, ну, нижняя часть у них это больше деловая, магазинчики, там, рыночки и так далее, жилье идет выше, там, уровнем и так далее, и так далее. То есть, в принципе, наверное, его идея все-таки милее место будет востребованным. Я полагаю, что да. Как долго будет работать эта выставка? У организатора сказали, что, ну, вот пока, вот, планируется до конца июля. А там, посмотрим, если будет большая востребованность, если будет, как бы, желание людей всех, там, все это увидеть, познакомиться, там, может быть, и прогляд. Билеты очень дорогие? Достаточно дорогие. По сравнению с нашими государственными музеями, безумно дорогие. А вместо того, что-то 250 гривен получили? Там довольно грамотная политика, мне она нравится. Когда я могу с ребенком, с детьми, с семьей пойти в такой музей, то есть, такое семейное посещение? Выходной день. И выходной день билет дешевле, намного. Я боюсь соврать, но, по-моему, 120 гривен. А в то время, как в будний день, значительно дороже, там, по-моему, 200 с чем-то. Вот. И мне кажется, что это разумно. Ну, все равно для сегодняшнего бюджета семейного это больно. Это довольно больно. Но там, кстати, узнаете, можно на сайт зайти. По-моему, там есть еще специальные всякого рода программы. Ну, типа там, если группа, если дети приходят, если только дети. Там есть разного рода вариации на эту тему. Учащиеся и так далее. Ну, мы не будем с Траусина прятать голову в песок. Это фирма Кодор, в общем-то. Это ее выставочный центр на Екатеринской, 27. Все-таки, мне кажется, это достаточно продвинутые бизнесмены, которые мгновенно строят новостройки в нашем городе. Просто совершенно, так сказать, невообразимо быстро. Наверное, по-двинчески. Вот. Наверное, не могли бы каким-то образом, но все-таки какие-то социальные пакеты действительно расширить. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, что такая стоимость продиктована двумя вещами. Первым, это прежде всего, конечно, довольно-таки затратными моментами привоза, монтировки. Я был там за два дня до открытия. Мама моя. Действительно, оборудование довольно сложное. Понимаете, все это перевести, собираться, ставить. Да, я бы предложил устроителям, хозяевам выставочного центра, отбить эти деньги на выставке, предположим, посвященной успешному строительству многоэтажек и очень быстрому строительству многоэтажек фирмы «Экадор» в нашем городе. Никто же не придет. И на этом заработать деньги, там пригласить компаньона. Да нет, вы же понимаете, имя, имя, бренд. Тут, конечно, и кроме того, я вам сейчас... Вообще, на Западе по выходным дням музеи вообще работают бесплатно? Раз в неделю. Раз в неделю, да. Ну и все время бесплатно, знаете ли. Но так то в Вашингтонской национальной галерее. Вот. Там даже фотографировать разрешают. С ума сойти. Я когда приехал и увидел, что можно фотографировать, я там, помню, вообще бегал из зала в зал и щелкал, щелкал, щелкал. Неважно. Я хочу сказать другое. Я сейчас скажу, наверное, странную вещь. Ну, это психология. Это работает. Одна из причин, как мне видится, довольно высокой цены на такие проекты. Вот так работает психология. Я вам завтра скажу, что у меня в Музее Западно-Восточного Искусства какой-то элитный концерт. У нас, например, время и время проводим концерты клавесинной музыки. У нас там клавесин звучит так мощно, как орган. Стоит там 20 гривен, и никто не придет. Если я напишу, стоит 150 гривен, ну, 150, наверное, что-то стоящее, подумает товарищ Одессит, и придет. Вот, увы, это тоже определенный момент. Ну, опять же, понимаете, одно дело, когда, предположим, наши богатенькие, так сказать, земляки сидят на какой-то интерпризе, спектакле в первом ряду за 100 долларов, а мы пробираемся, журналисты, слава богу, еще пускают, и ты смотришь, извиняясь на этот спектакль, видишь, что это чистая халтура, просто чес по стране зарабатывания денег, вот. И выходит, если так, а они, вот, я был на спектакле за 100 долларов, а что там внутри было, как-то они не особенно изомрачены. Поэтому тут тоже цена, которая определяет аудиторию, понимаете, вот все. Вы напомнили один монолог Пабло Пикассо. Вы помните, Пикассо очень талантливый, совершенно потрясающий художник, тем не менее, и очень еще и провокативный. Особенно, когда стал знаменитым, он часто позволял себе такую ерунду малякать, ну, полную ерунду, вот, ну, потому что имя уже работало. И как он говорил, а, вот, скоро снова собираются на мою выставку, да, много приходит народу, да. А ему спрашивают, скажите, почему, вот, чем удивительна эта ваша работа? Он говорит, как, чем? Они пришли посмотреть на картину, нет, говорит, неправильно, они пришли посмотреть на 500 тысяч долларов. Вот как выглядит 500 тысяч долларов, понимаете? Я прошу прощения, Владимир Владимирович, у нас время уже все просто подошло к концу. В гостях у нас был Владимир Владимирович Островский, искусствовед Музея Западного и Восточного искусства. Как вы понимаете, уникальный, очень интересный собеседник. Когда-то мы были уже в эфире, я думаю, еще не раз вас приглашу. С ним интересно и пройтись по улицам нашего города, вот, не только в стенах музея. Так что мы с ним пройдемся, я думаю, еще не раз. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли к нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.